У молодой пары долго не было детей. Им посоветовали съездить в Рим и в соборе святого Петра зажечь свечу. Прошло несколько лет. Тот человек, который дал совет супругам, решил навестить их. Дома его встретила ватага ребятишек. А где ваша мама? Спросил он. Мама в роддоме. А папа? А папа поехал в Рим задуть какую-то свечу. Муж жене. Ну и остолстела ты, мать! На себя посмотри! Пузо-то какое отрастил! Это не пузо, а холм славы. Да? А под ним павший воин? Жена, ездившая на рыбалку с мужем, рассказывает подруге. Понимаешь, все дело не так, как надо. Я говорила слишком громко, взяла не ту наживку, забрасывала не туда, клевала у меня неправильно, подсекала не так. И вообще поймала больше рыбы, чем она. А вообще сколько тут рыбалки? Наливай и пей. Правильно? Один мужик хвастается другому. Прикинь, я вчера был такой смелый, пришел в кабинет шефа и стукнул кулаком по столу. Ну и что? Сделал это очень вовремя. Завтра он возвращается из командировки. Смелый чувак. После пяти промахов грузинский биатлонист кинжалом зарезал мишени. Ай, просто представил, как это было. Заходит один мужичок в барчик, заказывает мартини, вытаскивает оливку из стакана, выпивает мартини, кладет оливку в пакетик. Потом на автопилоте уходит из бара с полным пакетиком оливок. Один из посетителей говорит бармену. Хм, никогда не видел такого странного чувака, бармен. Ну а что тут странного-то? Просто жена послала мужа купить пакетик оливок. Интересный рецепт. Тесть лежа на операционном столе перед операцией, которую проводит его зять-хирург. Сынок, не забывай, если со мной что-нибудь случится, твоя теща непременно захочет переехать к тебе. Я думаю, операция прошла успешно. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok